всем привет дорогие друзья из только что солнечной лани но сейчас солнышко зашло но все равно теплой жаркой лани сегодня 22 июня суббота сейчас на улице 22 градуса температура моря 27 градусов и мы с айханом решили прогуляться по городу потому что многие из вас соскучились по прогулкам по городу и видите мы уже в наших фирменных шляпах потому что наступило лето и очень важно пользоваться кремом для от загара и обязательно надевать головные уборы но и друзья в этом видео мы также разыграем нашу фирменную шляпу поэтому пишите комментарии и в описании к этому видео вы увидите условия конкурса хотите получаете от нас вот такой вот классную шляпу который мы тоже в которой мы тоже ходим пишите комментарии смотрите условия розыгрыша в описании к этому видео а сейчас идем гулять мы находимся в районе пятничного рынка вот в этом здании находится наш офис вот эти вот окна это наш офис третий этаж 306 офис кто хочет приходите в гости но обязательно заранее напишите на ватсап если вы придете чтобы мы были на месте вчера здесь был вкусный сочный яркий пятничный рынок а сегодня здесь парковка рынка видео я публикую практически ну каждый месяц и вы можете увидеть по ценам по месяцам какие цены и ассортимент на рынках сейчас мы идем на центральную улицу на улицу ататюрка проходим мимо постоянного рынка на пятничном базаре здесь продаются разные вещи продаются сухофрукты специи сумки футболки обувь одежда драгоценности в общем все что вы бы хотели купить для себя и привезти из турции себе родственникам друзьям и так далее только что было очень солнечно ну вот сейчас солнышко зашло в этом июне погода такая у нас переменчивая что у нас происходит в центре города а сначала покажу вам курсы валют доллар у нас вот по такой цене евро по такой цене русские рубли тоже можете увидеть курс валют на 22 июня 2019 года центральная улица ататюрка дорогие друзья внимательно переходите дорогу где бы вы не находились обязательно когда стоите на дороге смотрите направо налево конечно же в турции ввели закон о том что пешеходов нужно пропускать но не все водители пропускают пешеходов поэтому обязательно будьте очень осторожны при переходе улице вот так вот выглядит центральная улица ататюрка здесь продают лотерейки двадцать девятого числа можно выиграть 3 миллиона лир и четвертинка билетика стоит всего всего 6 лир стоит четвертинка билетика сейчас друзья мы направляемся с вами сторону набережной сейчас практически три часа и очень жарко поэтому народ кто прячется кто где может ну и конечно же больше всего народу сейчас на пляже сейчас мы с вами дойдем до ближайшего муниципального пляжа и посмотрим чем же там люди занимаются купаются как я вам уже говорила температура воды сегодня 27 градусов обязательно температуру воздуха и воды смотрите в описании к моим видео там всегда есть ссылки на температуру воздуха и температуру воды от метеорологического института турции мы с вами на набережной сейчас здесь пусто потому что все прогулочные яхты отправились в туры туры начинаются с десяти утра и заканчиваются в четыре дня поэтому все яхты уехали яхт сейчас нет и мы можем увидеть и мы и мы можем увидеть как выглядит набережная без яхт вот одна единственная яхта стоит а вот так вот выглядит набережная когда на ней вообще нет прогулочных яхт но сейчас они находятся за горой на пляже клеопатра и многие уже скорее всего возвращаются из туров давайте сейчас пройдемся с вами по набережной но конечно же сейчас здесь скучновато жарко и когда вы приезжаете в аланию всегда всегда отправляйтесь вокруг города вокруг крепости в яхтур потому что вы сможете искупаться и в море и увидеть все аланийские красоты да друзья как я вам и говорила вот вы видите первые яхты они возвращаются первую ой 1 2 3 корабль все они возвращаются из туров вокруг вокруг алания ну а яхта белая яхта в тур отправляется вот один из кораблей причаливает все готовы к выходу я думаю что люди провели там потрясающий день вот тоже готовится разворачивается и готовится чтобы причалить и здесь есть рыбак который ловит рыбу интересно он что-нибудь может здесь поймать или нет а белый корабль на самом деле не отправился в тур он просто тоже причаливал к своей пристани поэтому друзья как вы приезжаете в аланию первый раз на любой раз во второй третий всегда отправляетесь на яхте вокруг алании знаете почему потому что купаться в открытом море это настоящее удовольствие когда такая бирюзовая красивейшая вода но это просто супер и кстати тоже напишите в комментариях любите ли вы купаться в открытом море потому что некоторые боятся ну открытое море мощь волн воды мне очень нравится но я беру с собой вот такие вот круги из пенки и плаваю и обычно на яхтах на яхтах которые отправляются в тур также есть эти круги поэтому ничего страшного нет обязательно почувствуйте всю вот эту вот силу моря когда отправляетесь в тур идем дальше по набережной туристы уже постепенно постепенно выгружаются вот так вот причалила яхта starcraft причалила она сейчас носом и и это очень интересно потому что обычно она причаливает другой стороной ну а мы с вами идем на муниципальный пляж здесь у нас продают свежевыжатые соки кукурузу и здесь уже ближе к муниципальному пляжу выйти стоят вот эти вот все мелкие более мелкие яхты очень красивые здесь пальмы огромные просто мощные такие стволы у них и что интересно вот эти вот пальмы очень толстые и такие приземистые а вот эти пальмы очень высокие но на самом деле все эти пальмы снизу обычно видите вот так вот подравнивают поэтому они хорошо растут на улице жарко уже больше 30 градусов я думаю и вот здесь вот находится наше любимое кафе кафе рыбаков скажем так балык человек локали лукал балки лукалы которые мы любим посещать особенно вечером потому что открывается очень классный вид на крепость ну а вдали мы уже видим пляж и на пляже очень много народу стоят такие красивые бирюзовые зонтики ой потрясающе потрясающе конечно вот это вот парковка машин на набережной и около пляжа это просто неприемлемо скажу вам честно я писала очень много об этом буду повторять что здесь должна быть прогулочная зона никаких парковок здесь близко быть не должно но посмотрим изменится что-нибудь или нет вот они яхты многочисленные 1 2 3 4 5 6 и все они возвращаются сейчас обратно в порт после дневных туров до народа очень много и кстати вот этот вот пляж здесь но никогда не бывает волн поэтому если вы отдыхаете с детьми и хотите спокойный пляж где нет ни плит не волн где очень тихо спокойно вот этот пляж идеален вот этот пляж и пляж который находится прям под самой красной башней поэтому если вы с детишками имейте ввиду вот эти вот два пляжа друзья мы с вами уже уходим с набережной и если перейти на ту сторону то вот здесь вот вот в этой зелени утопает очень классный детский парк в этом парке летом всегда прохладно потому что очень много деревьев есть лавочки для родителей и когда дети качаются на качелях или занимаются своими делами родители также могут отдохнуть вот такой вот классный парк здесь ветерочек всегда прохладно и парк просторный поэтому места хватает всем а напротив есть луна парк небольшой и различные аттракционы дорогие друзья уже наступил вечер и мы с их очень устали потому что офисе у нас сейчас идет опять ремонт нужно было сегодня завершить все последние дела чтобы убрать также в офисе после ремонта ну и конечно же чтобы в понедельник прийти в чистый красивый офис а не приходить свалку надеюсь вам понравилась наша вот это вот прогулка по жаркой алане ну а в следующем видео вы увидите пляж до молотаж поэтому сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока едем домой отдыхать пока 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 ну и напоследок покажу вам опять пятничный рынок уже вечером сейчас 8 часов вечера стало прохладно и народ постепенно выходит из домов отель и помещений сейчас наверное на набережной очень много народу вы видели что днем народу очень мало все на пляжах или где-то в помещениях на работе в отелях и так далее вот так вот пола не становится здорово когда заходит солнце палящее солнце но на самом деле я очень же привыкла к такому климату поэтому мне не жарко и кстати я настолько уже адаптировалась к этому климату что представляете мне даже без кондиционера не жарко летом а зимой не холодно и когда я захожу в какое-то помещение с кондиционером не прямо что ноте очень-очень холодно и кондиционером на самом деле мы не пользуемся до кондиционером мы не пользуемся потому что кондиционер это очень страшная штука от которой мы всегда постоянно болели что летом постоянно все пошли горло болело и была такая вялость ужасная но а зимой из-за того что они сжигают кислород поэтому зимой мы пользуемся обогревателем а летом мы пользуемся специальными переносными кондиционерами или вентиляторами вентиляторами ну и конечно же открываем двери и окна и в квартире у нас настолько классная классная такая продувательная способность всего помещения что продувается и ночью даже в такую жару кстати в ночью в жару несмотря на то что у нас квартира под крышей нам вообще не жарко даже холодно приходится даже летом укрываться тоненьким покрывалом поэтому организм адаптировался и это на самом деле самое классное когда организм адаптируется к той среде в которой вы живете поэтому кондиционер для нас это вообще абсолютно сейчас ненужная вещь я представляю как у вас вылезут глаза на лоб когда вы услышали вылезли глаза на лоб когда услышали что мы не пользуемся кондиционерами ну а вот так не пользуемся да и очень довольны и счастливы